Привет всем, дорогие друзья! С вами Погнали! Let's Play! Это у нас прохождение Каза Стать Соседа Хардкор, часть 4. Погнали! У нас начинается с вами второй кошмарный сезон, как здесь у вас написано в VGE. Вчера мы с вами прошли... Ну, вообще, не вчера, а в предыдущей части мы с вами прошли первый мучительный сезон. И теперь у нас начался второй кошмарный сезон. А начинается он у нас с уровня жертвы требуют тебя. Ну, постараюсь вас долго не томить. Погнали! Ротвейлер думает, что у него есть мама. Мама Ротвейлера думала, что её сын будет хорошим. Я думал, что она не будет против, если оккультисты нанесут ей визит и используют её почки для наших экспериментов с покалеченными жертвами Ротвейлером. А Вуди думает, что он останется жив. В конце стак вопроса ещё. Подсказка. А ты умеешь краситься? Не поможет. По-моему, это тот самый уровень, о котором... Точнее, который имел в виду Крейзи. Кстати, Крейзи, спасибо тебе большое за такие комментарии. Вот спасибо, братан. Короче, по-моему, под второй частью Крейзи написал мне комментарий о том, что... Во втором сезоне... Ну... Мимо животных, там хоть крадись, хоть не крадись, всё равно тебя животное заметят. Вот так. И после этого мне набраться нервов. Ну что ж, братан, я нервов набрался. И... Давайте пойдём проходить уровень. Всё, я, наверное, вас уже слегка затомил. Всё. Не буду вас больше томить. Погнали. Проходим уровень. Neighbors in Hell. Соседи в аду. Как достать соседа? Все жертвы требуют тебя. Так, ну давайте, наверное, сделаем так. Первым делом давайте откроем комод. И возьмём... Кнопки с доски для записок. Потом быстренько используем подставочку. Вот этот вот. Да ты, долбанный попугай, заметил нас. Быстренько бежим. Осматриваем мусорное ведро. Да блин, да не на пол. А, это будет. Скелет. Гачный крюч на дизельный мотор. Вниз. Откроем аптечку. В аптечке у нас ножницы и растворитель лежат, да? Да, растворитель. Попугай, проклятый. Ой, здравствуйте, мистер Скелет. Ну и до свидания. Блин, собака. Сразу её не заметил. Блин, он нам, нам капец. Да. Сосед нас заметил. Капец нам. Нам капец. Слушайте, мистер, мне сейчас показалось, или не показалось, что у соседа сейчас смех был другой, нежели в других частях, ну, точнее, в предыдущих сериях. Ну, короче, давайте потом это проверим, давайте, давайте попробуем ещё раз пройти. Потому что мне реально показалось, что у него смех не такой, какой был в других частях. Ну, ладно, как я сказал, мы это проверим чуть позже. Давайте повторим всё то же самое. Также открываем комод. Хватаем также кнопки отсюда. И используем подставку. Вот же ж, зараза. Он даже залагал, а капельку. Кнопки отопоед. Гаечный. Крюч на дизельный мотор применяем. Всё по своим местам, так сказать. Открываем аптечку. Может, меня эти звуки на уровне. Хватил, как будто бы какого-то, я не знаю, лая. Меня эти звуки пугают немного. Бежим наверх, быстрее. Сорезаем этого голубя. Голубь. Да, прокатая собака. Голубь, идти к свободе. Распределительный портрет. Вот же... Вот ты падла, Ротвейлер. Заметил нас опять. Опять нас заметил, Ротвейлер. Какая же ты зараза, Ротвейлер. Ладно. Ладно. Но давайте попробуем ещё раз. Мы не сдаёмся. Попробуем ещё раз. Давайте. Не будем сдаваться. Так, давайте откроем комод. Блин. Я сейчас немного затупил. Так. Ну, блин, не. Это нам... Так мы не сможем пройти этот уровень. Так что я... Я немного затупил. Сайен, пацаны. Сайен. Затупил немного. Так, совсем-совсем самую-самую малость затупил. Давайте попробуем. Попробуем ещё раз. Открём комод. И так же осматриваем доску для записок. Используем подставку. Попугай на нас опять палит. Сматриваем страшно. Клопки на топуэт. Гаечный ключ, на дизельный мотор. Открой мы аптечку. Давай, давай. Аптечка, откройся. Наверх. К мистеру скелету бежим. Наверх. О, нас опять пупугай спалил. Давай, опять ножницы на голубя приведем. Давай. Это зараза. Рассветительный портрет. Давайте-ка, банан выкажу на бомб и меняем. Так. Да не тупочку, а бутылочку. Блин. Сбалились. А ведь были близки. А ведь мы были уже так близки к тому, что победить. Вот, блин. Ну ладно. Мы не сдадимся. Мы еще будем идти дальше и дальше. Давай. Мы не сдадимся. Так. Давайте. А ту вещичку провеем. А что если мы попробуем взять все сразу на первом этаже? Сразу открыть аптечку. Так вот, чисто ради интереса. Чисто ради интереса. А не больше. Давайте провеем. Наверх. О, блин. Это я сейчас тупость сделал, да? Это глупо. Ну, ребят, я вам сказал. Это все чисто ради интереса. Ничего больше. Ладно. Чисто ради интереса провеяли. Теперь можно, я думаю, по сейозному сыграть. Давай. Сыграем по сейозному. Бежим. Открываем комод. И осматриваем доску для записок. Все капучно, короче, уже делаем. Используем подставочку. Попугай нас опять спалил. Но, как я уже говорил, это ничего страшного. Кнопки антопуэт. Да не на пол, гаечный ключ, индиот. А на моторно-дизельный. Бежим в ванну. Открываем аптечку. Давай, давай. Ну, хоть бы в этот раз получилось. Давай. Давай. Ну, хоть бы в этот раз получилось. Ай. Бугай долбанный. Ладно, давай. Ножцы на голубя применяем. Да, тупанная собака опять залаяла. Ладно. Ладно, выходим, что уж тут. Пау. Ну, ребят, серьезно. Вот по поводу смеха, это серьезно. Мне кажется, что реально смех у него отличается от ума соседа. Ну, я имею в виду от смеха, которые были в бытучих частях. Такая прохождение этой игры. Там у него смех был совсем другой. Ну, конечно, ну, не прям совсем, но он отличался. Ну, ладно. Насчет смеха, это мы подумаешь. Сейчас давайте попробуем пройти этот уровень. И в этот раз, мне кажется, я понял, что надо делать. Сейчас. Ребят, я не знаю, может, я не прав, но... Мне кажется, я понял, что надо сделать. Короче, давайте мы сейчас так же отказаем комод и... Берем иголочки эти отсюда. А потом бежим... Подставку ломаем ему. Только делаем все максимально быстро. Максимально? Так быстро, как только можем. Все делаем. Сюда. Давай. Прямо как в первой части. Все делаем максимально быстро. Вообще не в первой части, а в самом первом уровне, как было. Там мы, по-моему, тоже там все делали крайне быстро. Давай. Делаем все крайне быстро. Наверх. Падла, все еще палит нас. Ну, ладно. Нам не страшно. Сюда. Давай. Бананан, выхожу на пол, да? Бутылочку сюда. Блин, только не спали нас. Только не спали. Пожалуйста, сосед, не поли нас. Фух, не спалил. Должно получиться. Давай. А, голубь-то улетел, соседушка. Вся. Голубь-то улетел. Нечего рисовать тебе больше. Давай, соседушка, фоткайся. Пау. Да. Ребята, у нас получилось. Мы дьявол. Да. У нас вышло. Мы прошли турами на все 100%. Хотя, сфиг знает, какой попытки, но прошли. Это самое главное. И главное, что на все 100%. А то у меня даже в первом сезоне были уровни, которые я прошел на 97%. А здесь на все 100%. Это отлично. Ну, хотя, как я уже сказал, сфиг знает, какой попытки. Но все же... Но все же прошли. Это самое главное. И давайте все-таки кое-что проверим. Как я сказал насчет смеха. Вот давайте. Вот вы можете перемотать. Вот послушайте, как соседушка смеялся, когда нас убивал. Просто послушайте. И послушайте вот здесь. Вот. Просто слушаем. Я молчу. Просто слушаем. Ну, как-то так. В общем, мне лично кажется, что смех отличается. Мне лично так кажется. Что да. Смех отличается. Ну, ладно. Ну, что же, ребят. А перед тем, как мы закончим это видео, я хочу у вас спросить. Вот вы, те люди, которые смотрели предыдущие части моего прохождения, как соседа, хардкор. Вы ничего нового не заметили? Если заметили, то вы молодцы. Короче. Для тех, кто не заметил, я объясняю. Ну, и может быть, просто для тех, кто в первый раз зашел на канал, я поясняю. Короче. Теперь изображение стало куда, ну, более чётче. Изображение. Теперь. Короче, изображение на весь экран. Ну, теперь. Потому что я помню, у меня в предыдущих видео было такое, что по бокам были чёрные края. Теперь же чёрных краев быть не должно. И теперь видео будет в Full HD. А не в 480p, как было раньше. Вот так. И второе, то, что у меня мой голос тоже слегка изменился. Потому что я поменял программу для озвучки. Ну, и, короче, теперь всё должно быть ещё круче, чем было. Вот так вот. Короче, ребята, напишите в комментариях, как вам лучше стало или не лучше. Просто напишите. Мне будет интересно почитать. Ну, а на этом всё. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Подписаться на канал. И, как я уже сказал, написать какой-нибудь прикольный комментарий. Я абсолютно все ваши комменты, прям абсолютно-абсолютно-абсолютно все читаю. Потому что мне очень приятно, когда мне что-то пишут в комменты. Реально, я читаю абсолютно все ваши комменты, без исключения. Поэтому пишите. Вот так. Ну что ж, а на этом всё. Всем удачи. И пока-пока. До встречи в новых видео.